Привет, друзья! Сегодня 1 сентября, День Знаний. Поздравляем вас с этим праздником. Кто в школу, а кто на автомобильную выставку. Московский международный автомобильный салон 2016. Пошли! Ребята, я забыл вас познакомить. Со мной сегодня на прогулке Виталик и Марина. Ребята, мы зашли в первый павильон. Первый от главного входа, я, честно говоря, не знаю какой-то номер. Их всего три. Что мы видим? Мы видим стенд мототехники в Кавасаки. Мы видим стенд Hyundai Motors. Пойдем посмотрим. Что у нас здесь? Скотч. Скотч. Это чтобы вода не попадала. Бензиновая четверка рядная. Да ничего особенного. Какой-то скучный двигатель. Тканевые ковры. Ну, все стандартно для Hyundai и Kia Motors. Обычный пластик. Ну, такой звонкий, хороший. Верхушка у нас, ну, чуть-чуть мягче, чем эта. Но, честно говоря, по ощущениям тоже не очень высокого качества. Виталий сказал, что ему хочется выйти. Да, Виталь? Почему? Объясни, Виталий, почему? Дешево. Ну, это тебе же не Mercedes, это же Hyundai Kia. Ну, что ты ждал? Мне захотелось убежать. Обратим внимание на дверь. Ну, обычные кнопочки. Ну, не такое, ничего особенного. Жить можно. Ну, к сожалению, облоточки никакой нету. Вот, обратите внимание на вот этот вот, да, открывание двери, рычажок. Ну, он не металлический, он пластиковый. Вот этот вот момент, как бы сделал, мне очень здорово. Какая-то сварка. Ну, негармонично, совершенно негармонично. Руль приятный, толстенький такой. Вполне. Кнопочки, ну, на Весту похоже даже чем-то. Или Весту на нее чем-то похоже. А давайте попробуем впереди сидеть. Хорошо, комфортно. Давайте сядем за мной. Места много. Скажите, как вам этот автомобиль? Вполне, вполне неплохо там. По высоте это не X6, да. Место есть, место есть. И ломочки. Место есть. Во втором, на заднем ряду сидеть вполне хорошо. Удобно, комфортно. Места достаточно. Пойдем посмотрим багажник. Нормальный, елкий багажник. Что-то происходит тогда... А перебрасывается сколько энергии он назад? А... Процентом соотношения. Ну, вот здесь больше 40-60. 60-60, 40-60, да? Чистый левочек. Зеленый вообще. Да, этот стенд у нас посвящен чисто крете. Крете-карете. Виталь, вот расскажи мне. У нас же китайцы молодцы. Да. Молодцы. Они у нас мастера на выдумку, да? Выдумывают всякие названия. Вот с этим не очень знакомы. Что это такое? Полярный ясно. Чанган. Чанган? Видимо, да. Либо Шанган. Как заметил один человек, что это значок перевернутая Акура, да? Наверное, да. А тебе не кажется, Максим, что дизайн белого автомобиля слизан? Стоит с той же креткой. Очень похоже. Очень похоже. Едем смотреть. Давайте сравним эти сгибы. О, до меня кто-то здесь сидел, большой, походу. Так, сейчас поправим листочек. Ну что, ребят, ну, панелька симпатичная, подсветочки интересные. Руль. В Крете получше был руль. Тут так какой-то он дубовый. По толщине хороший материал, очень такой неприятный. После Креты даже. Ну, такие вставочки. Ну, смотрите, здесь интереснее сделаны ручки. Ручки здесь интереснее сделаны. Ручажок. Как в премиальных машинах. Китайцы, как всегда, все передрали. Ничего своего. Вот это что у нас? Правильно, Солярис. Солярис. Включается? Не включается. Ага, тоже все убрали, как и кредит сюда. Запах здесь, конечно, да. Так себе запах. Виталь, сядь, понюхай, как здесь пахнет. И скажи свои ощущения. Пахнет ладой. Ага, забавно. Как места тебе достаточно? Ну, конечно, они отодвинули почти до предела. Я впереди сидел, у меня было много места. Вот, сядь вперед. Места достаточно много, да? И ты сидел сзади, там тоже вагон место. У меня метр восемьдесят пять роста, я вытягиваю почти. Обрати внимание, смотри, молодцы. Вот эту часть обыграли лучше, чем в Крете. Кнопочки с граммированной обводкой. Мелочи, да, но мы всегда на них обращаем внимание. Мы на это и обращаем внимание. Всегда. Вот это смотри. В какой машине у нас такой? ВМВ? Честно, я не знаю. Просто где-то я это видел. О, а он еще и нажимается. Да, это что-то премиальное такое, интересное. Ну, кстати, я не скажу, что это очень. Ну, здесь неплохо. В общем, здесь неплохо. В ней запах только ужасный. Запах прям... Я отодвинулся до предела. За конца, спасибо. Так. И... Чувствую себя свободно. Так, ребят, смотрите. Ритон. Ритон у нас позиционируется, ну, как бизнес-класс. А вам не кажется, что очень похоже на Фаэтон? Да. Вольсваген и все следует. Ритон, Фаэтон, все хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим. Так, с кнопочкой. С кнопочкой. О, какой здесь премиальный сегмент. В предыдущей машине, вот в той китайской, здесь хотя бы хромированная водка была. Здесь что-то... Ну, ручка нормальная, пластиковая, нормальная ручка. Это дерево далеко, конечно, тут вот пластик. Сейчас поправим, не будем убивать чужие автомобили. Максим, колени не достают в твоей спинке. Колени не достают, да? Да, остается еще вот в твоих местах. Но я сижу борзо, у меня тут прям... Я бы вперед подвинулся поближе к ролику. Места очень много. Похоже на лонговую версию. Эту самую. Подлокотничек откинь. Давай, посмотрим. Опа. Шторка. А, ничего. Шторка? Да. Там подстаканники, да? Подстаканнички. Давай, посмотрим, подожди. Выбирай. Смотри. Здесь, видимо, отсек. А, нет. Можно лыжи возить? Да. Так, здесь что у нас? Руль такой же дешманский, как в предыдущих автомобилях этой же марки. Ну, пластик. Пластик, пластик. Все. Ага, рояльный лак. Пластик, это рояльный лак тебе. Так, ну, пластик, это юсбишечка. Это все-таки пластик, конечно же. Ну, то что. Покрашенный. Подстаканнички. Одна юсбишечка. Ага, тут у нас, тут у нас вот так, и вот так. Коврик. Коврик я бы выкинул нахрен. Коврик вообще в убийстве. Главное, ничего не сломать, ребят. Ага, смотрите, какую я штуку обнаружил. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Управление передним сиденьем. Так как этот автомобиль позиционируется все-таки как премиум, эти кнопки, по-моему, сделаны для пассажира, который сидит сзади. То есть, если пассажир передний сидит слишком горзо, ему сзади так... Эээ, слышь, Вася, давай вперед к лобовому стеклу поближе. А, там тоже управление, да? Ага. И у нас тут управление. Все, слушай, традиция в Китае, простенько, недорого. И, в общем-то... Вот, что мы тут еще видим, ребят. Мы видим еще... Что у нас еще представлено? У нас здесь были роботы. Представленный тюнинг-ателье, да? Латтый дизайн и... Латтый дизайн и топ-кар. И все эти... Тюнинг-ателье... Доделывают все, что делают мировые бренды. То есть, Mercedes, Porsche... А, красавец какой-то. А, это BMW, но у нас рекламируют здесь Pandora. Сигнализация. Пойдем, что пока? О! Роб. Для тех, кто не наигрался в Войнушку. Да, для тех, кто не наигрался в Войнушку, у нас есть такие роботы. Здравствуйте, роботы. Здравствуйте, мы танки. Ну да. Вы кого рекламируете? Игру в World of Tanks. А-а-а, вы все по виртуальному миру, да? Да. У вас не возникает чувство, да? Понятно. А я постоянно вылуплю его. Да? А он? Не, ну, наверное... Рано или поздно он не отомстит. У вас 41-й... Так, намечается битва. Ладно, спасибо, ребят. Обратите внимание. Ребят, вашему вниманию представляется автомобиль радиокомпании ДФМ. Да, только заделанный под камер H1. Ну, они же все копируют. Они же все копируют, они молодцы. Зачем вам что-то придумывать, если все уже есть? Ну, не изобретают велосипед, парни. Ну, так, там, картошку возить пойдем. За грибами в лес. На раме. Рама такая хорошая, солидная рама. Подходим к кратерам автомобилям. Ну, что это? Какой красивый автомобиль, правда? В общем, похож на Rolls-Royce, конечно, у меня на Rolls-Royce. Ну, тут у нас выставляются реставрационные компании коллекционных автомобилей. Те мы живут, что берут машины, которые уже в возрасте в большом и плохо выглядят, оставшие, берут, доводят их до ума, и получается вот такая прелесть. Таким образом себя рекламируют здесь, на этой выставке. Многие в связи с санкциями отказались выступать, презентовать свои автомобили. Это, конечно, не Женева. Это сегодняшний московский отцелон. Что, ну, такие дела? Джили мы не будем смотреть. Там все традиционно, по-китайски. Вот так, ребята, идем дальше.